Ну что ж, мои дорогие котики, доброго вам времени суток, с вами сегодня Фокси Браун. Я с радостью хотела бы вам рассказать про какую-то новую крутую ММО-РПГ, но к сожалению за последнее время ни на ПК, ни на мобильной платформе не вышло ничего нового. В общем, отталкиваясь от этой мысли, сегодня мы снова продолжим топить за классику, которая продолжает жить и вполне себя неплохо чувствует даже в 2020 году. Я конечно прекрасно понимаю, что у каждой из вас своя любимая классика, так как каждый начинал с чего-то своего, но лично у меня это ПВ, поэтому и сегодня я буду говорить именно о нем. Хотя, если подумать, то все сказано будет применимо и к другим играм. Дело в том, что вы наверняка отлично помните тот невероятный букет эмоций, который сопровождал вас, когда вы впервые от головы ушли в ММО-РПГ. Я лично хорошо помню, насколько я была в восторге от того, что увидела в ПВ. Эти кругом бегающие игроки, огромная открыта для исследований карта, масса заданий, разнообразная класса и многое другое. Откровенно говоря, я была просто поражена разнообразием. Хотя, честно вам по секрету признаюсь, на тот момент у меня была масса вопросов по игре. Старый классический ПВ версии 1.3.6 был достаточно хардкорным, плюс в начале своего геймерского пути я мало что понимала из-за ММО-сленга. В общем, я даже завела блокнот, в котором вела что-то наподобие словаря, всех непонятных мне терминов и многое другое. Ну а еще я расписывала там разные игровые активности, чтобы в случае чего просто не растеряться. Знаете, когда я сейчас вам об этом рассказываю, то мне вот почему-то кажется, что мало кто таким занимался. Однако, на тот момент я очень серьезно к этому относилась, к тому же ПВ мне очень-таки нравился. Стоит также сказать, что в 2008 году ПВ был далеко не таким, как сейчас. Пожалуй, как и в случае с многими другими ММО-РПГ. На него регулярно накатывали обновления, и я думаю, вы тоже согласитесь, что со временем даже ваши любимые классические ММО радикально изменились. Сегодня, заходя в классику с актуальной версией клиента, понимаешь, что у них практически не осталось того шарма и задора, который присутствовал там изначально. Более того, повальное казуаливание не обошло стороной классику. Поэтому сегодня уже никого не удивить, что в старых хардкорных играх теперь появились автопути, нужные квестовые монстры стали подсвечиваться на карте, а боссы в данжах разучились использовать смертоносные навыки, которые мы могли раньше байпнуть у пати. Но еще нельзя не упомянуть про ужесточающий донат, в котором порой можно найти реально имбалансные вещи. Наверное, именно поэтому многие и начинают искать сервера, на которых установлена классическая версия их любимых ММО. Лично я считаю, что классический ПВ – это тот самый ПВ, который был в 2008 году, а именно версии 1.3.6. Да, откровенно, там было сложно. Во многом приходилось разбираться с самой, игра мало что объясняла. Что-то нужно было вычитывать на форумах, а что-то нужно было узнавать у сагильдийцев. Но как ни крути, это было реально интересно. Собственно, хорошо, что сегодня можно найти нужный сервер и обосноваться там. Лично для меня таким сервером стал ЗПВ, на котором установлена моя любимая версия игры. Там нет всех этих новомонных казуальных штучек, а еще самому серверу уже почти 5 лет. Так что можно не бояться о внезапном закрытии сервера. Если хотите поностальгировать по ПВ, то я вам настоятельно рекомендую данный сервер. Там стабильно высокий онлайн, есть крупные гильдии, сбалансированная экономика и даже есть приток новых игроков. Ну а когда вы зайдете и услышите в меню знаменитую композицию Fly With Me, думаю, выходить из игры уже не захочется. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Обязательно подписывайтесь и не забудьте написать в комментариях свои любимые MMORPG, с которых вы начинали раньше. Ну и конечно же расскажите, играете ли вы в них сейчас. Желаю всем вам классных игр, хорошего настроения и удачи. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok